всем здарова народ с вами эдгар вы на канале масле от эдгара сегодня 8 декабря 21 год пробежимся по новостям есть очень интересные новости порекомендую вам кое-какую монетку которую стоит сейчас закупите она будущем вам обязательно даст иксы эта монетка есть у меня в моем портфеле и я ее докупаю также сейчас покажу вам свой холодный кошелек что там происходит и пробежимся посмотрим новости изучим рынок и так сейчас я на coin market cap капитализация у нас 2 и 3 триллиона чуток прибавилось недельки две назад держалась где-то в районе 2 и 6 последнюю там вот эту неделю до 2 триллионов опустились и теперь чуть-чуть выровнялись до прибавилось и биткойн у нас тоже более-менее стабилизировался 50 тысяч за один биткоин последние несколько дней панические атаки у многих людей да люди не знают о ли покупать то ли продавать что происходит на рынке все быстро хотят конечно разбогатеть но рынку плевать на то что вы хотите рынок делает то что ему нужно делать и вот последние несколько дней киты выводили с рынка большими прям суммами капитализация все ниже и ниже в общем с этим процессом играют крупные игроки киты в том числе и бирже есть статистика можно зайти посмотреть откуда были выведены основные деньги и там фигурирует binance кто не в курсе бирж на рынке на сегодняшний день аж 438 если мы зайдем по рейтингу посмотрим binance находится на первом месте по капитализации вот посмотрите какие суммы здесь крутится ну и соответственно если binance выводит или заводит деньги рынок будет в любом случае реагировать так что в этот момент я думаю сейчас какие-то крупные игроки просто хотели закупить себе монет и дном для на сегодняшний день вот многие говорят вот будет дно там обвал но это примерно где-то в районе 42 тысячи долларов это сегодняшнее дно ниже я думаю что биток уже не будет идти и и когда цифры падают до 42 в этот момент обязательно закупают биткоин крупные игроки и потом опять ситуация выравнивается но вот сегодня я думаю что но все еще вот этот процесс происходит есть холдеры есть я трейдеры люди да я являюсь больше холдером сейчас вам покажу свой кошелек это один из моих кошельков холодный кошелек леджер я фанат леджера как вы знаете или не знаете и вот есть у меня один показательный такой кошелек который я вам всегда показываю тут я закупаю крипту и не продаю только под процент только холд здесь у меня потрачено в районе 10 тысяч долларов туда-сюда точно не помню и где-то полтора года этому кошельку но вы можете посмотреть вот кошелек у меня поднимался до ста две тысячи долларов вот эти дни то что у нас коррекция произошла опускался до 65 тысяч долларов я опять-таки не продаю эту криптовалюту вот она есть туда и есть вот лежит себе да и лежит и сейчас под ним поднялась цифрка 70 944 ну вот если сейчас я буду разговаривать вы прям будете видеть как тут у меня мой портфель вот этот реагирует кто не в курсе что такое портфель портфель это отдельно взятый крипто кошелек биржа в общем какой-либо кошелек и в нем собрана определенная криптовалюта если грамотно подобрать крипту правильную криптовалют сегодня ребята на рынке уже 15 тысяч триста шестьдесят две единицы и из этого всего есть нормальная криптовалюта и есть куча всякого говна который вы можете купить блин и думать что вы разбогатеете вот ошибка вот смотрите вот сейчас на глазах 71 тысяча стала вот так вот у меня кошелечек реагирует и это 50 тысяч на сегодняшний день биткоин стоит но биток у нас доберется и до 100 тысяч и до 200 до 300 до миллиона доберется у меня лично в этом сомнений нет и вот когда достал он доберется естественно тут у меня будут совсем другие цифры многие мне пишут комментарии эдгар слушай как это так ты в минуса никогда типа не уходил ну знаете почему я в минуса не уходил да это не я не говорю что я там какой-то гуру прям супер и наивысшего уровня разряда эксперт нет я закупаю правильную криптовалюту которая будет работать в долгосрок который имеет определенную основу которые касаются каких-то технологий определенных категорий которые человечеству требуется я выясняю вычисляю это все и покупая именно такую крипту и она в долгую потихонечку но верно всегда только растет реагирует конечно на коррекцию рынка если биткоин пошел вниз аль ты тоже там реакцию дают вот у меня кошелек чуть-чуть среагировал но если мы возьмем то что я сюда потратил всего 10 тысяч долларов и теперь на кошельке 70 с учетом того что сейчас коррекция рынка и ну я откатился вот да ну тогда вот я 10 тысяч потратил 61 уже заработано и если я сейчас не буду трогать то соответственно и заработал больше на кошелек этот добирался до 100 2000 долларов и это вот на протяжении вот полтора года просто вот мой показательный кошелек я когда-то решил ну ладно буду показывать люди постоянно спрашивают чтобы прям видели что происходит и тут прям видно тут обмануть невозможно я не могу как бы влезть в ledger кошелек и переделать тут систему это как бы не в моей власти поэтому вот что есть то есть вы это видите вот и можете перемотать старые ролики посмотреть что там было и вот вот эти скачки они все одинаковые так что ребята в долгосрок можно зарабатывать верно если правильно составить свой портфель купить правильную крипту положить это все дело под проценты все это будет работать гарантированно и вы можете себе на пенсию откладывать деньги инвестировать еще зарабатывать и это все дает со временем хорошие иксы что в принципе я и делаю если я бы трейдил что такое трейдинг да я являюсь холдером прям истинный холдер я вот покупаю и мне пофиг что тут на рынке происходит какие тут скачки куда там падает биток на дно не на дно я не буду продавать я это все равно удерживаю у меня нету на это реакции вот понимаете мне как-то бетонно на это все дело новички конечно начинают паниковать продают покупают продают покупают теряют опять заходят опять разочаровывается опять верит в биткоин мне как-то похер я вот купил и у меня 0 сомнений и я просто докупаю просто докупаю каждый раз и все вот это холдер есть трейдеры трейдеры они играют на рынке да купил продал купил продал хорошим трейдером тоже нужно уметь быть сильно не реагировать на рынок в основном что кого вот разводит так сказать кого кидают но кидают по той причине что люди не хотят ничего изучать это люди которые очень сильно психологически реагируют на то что происходит биток чуть-чуть поднялся в классно биткоин опустился опять опустился это все говно короче сливаем нафиг надо и вот так вот каждый каждый раз короче и они постоянно теряют деньги потом заходят на биржу начинают торговать маржинальной торговли под кс кредитными плечами все теряют сегодня они трейдеры завтра холдеры послезавтра вообще хрен забили на все и вот так вот короче потом бегают рассказывают вокруг что биткоин это чепуха но если ты просто эмоциональный человек и еще и плюс к этому не хочешь ни в чем разбираться учиться то конечно ты гарантированно сто один процент все потеряешь но в этом не виноват не виновата криптовалюта мир блокчейн и будущее наше с вами да это виноват только ты учитесь ребята учитесь грамотно подходите к делу из вот этого всего 15 тысяч монет до на рынке и какую из монет так нужно купить чтобы не попасть такую идиотскую ситуацию да это же нужно хотя бы разбираться в этом а таких монет очень много так что ребята мой кошелечек на сегодняшний день вот я с вами сейчас разговариваю было 70 с чем-то да и стал 71 теперь 70 182 что мне делать быстрее бежать и продавать зачем я знаю что мой кошелек через несколько лет там в двадцать пятом году здесь будет на возможно не 70 700 тысяч долларов кто его знает вот я к этому стремлюсь так что пускай эти монеты лежат кто-то сейчас сидит да продай ты продай что-нибудь купить да купи ты уже продай зафиксируйся на хрена мне фиксироваться зачем что мне делать с этим вот зафиксировался получил свои рублики что мне с этими рубликами делать скажите в инфляции потерять до 8 процентов инфляции пойти купить какую-нибудь брехню которая тоже ну какие-то безделушки да может быть золотую цепочку себе купить или часы какие-то взять да или что-то еще какую-нибудь чепуху блин себе купить шмотки по сто раз одни и те же вот у есть у меня кофта да и ну ладно пусть она вот пока она мне нравится хорошо себя кофта чувствует нахера мне покупать 100 кофт скажите да я могу пойти купить блин целый магазин и что нафиг он мне нужен буквально там пару месяцев и это все теряет вес а здесь инвестиция это все работает вот когда мне понадобится действительно деньги вот тогда я и буду эти деньги применять на свое здоровье там да вот семья и все такое так давайте ребята дальше погнали посмотрим что все таки происходит интересного и вот вам очень интересный такой момент ловите так сказать волну юбисофт начал тестирование платформы для торговли nfc это очень крутая новость французский разработчик видеоигр в юбисофт кто не в курсе да они делают всякие разные игры мы сотрудничаем с юбисофт вот сейчас спросите кто это мы мы это сейчас я вам покажу у меня у сына есть канал вот называется мысля геймица тут уже 384 тысячи подписчиков он кстати тоже начал снимать видео по крипто блокчейн играм но это уже отдельная история так вот он очень много игр снимал по с компании юбисофт и мы с этой компанией сотрудничаем они подгоняют нам разные игры мы делаем на эти игры обзоры в общем наш плюс в том что мы бесплатно получаем игры а для них это реклама и при этом тут отличные игры вот по юбисофт мы сейчас покажу какие тут у нас есть игры вот если набрать я не знаю конечно я вписывал или нет так вот сделаем вот например ассасин крит потом за дивизион пас фор хонор watchdog вот все эти игры вот том клэйнс до дивизион да вот ну и так далее ой самые такие мощные топовые всякие разные игры они как раз таки от компании юбисофт я к чему это то что юбисофт одна из топовых контор в мире которая выпускает игры и вот игровая индустрия она очень сильно развивается у меня есть отдельный портфель составленный в котором есть блокчейн игры и монеты я на них уже зарабатываю хорошо а а еще движуха только начинается многие говорят когда стоит заходить крипту вообще стоит или не стоит я опоздал нет конечно до 25 года ребята вы вообще ни в чем не опоздали все только начинается в особенности блокчейн играми вся серьезная движуха только начнется с двадцать пятого года примерно сейчас многие компании пока только в это все дело залетают и вот это объявление что французский разработчик видеогер юбисофт объявил о тестовом запуске платформе юбисофт кварц как правильно прочитать не знаю для торговли и обмена коллекционными токенами nft которые будут использоваться в игровых проектах вот и здесь ребята очень круто что это вся система будет работать на монете тезис они будут с ними это все делать есть а страничка официально и на юбисофт и от компании тезис можете зайти и посмотреть они вот сделали посты это уже в интернете быстро распространяется внутри игры nft находится здесь и они построены на тезис юбисофт решил построить юбисофт кварц на масштабируемой и энергоэффективной тезис цепочки блоков и вот у них это совместка так сказать юбисофт это жесть какая здоровенная мощная компания и если она на какой-то монете будет выстраивать всю свою политику то это монетка даст так сказать жару в любом случае вот если мы сейчас зайдем посмотрим тезис у нас был на тридцать девятом месте если не ошибаюсь да вот посмотрите вот допустим заходим монета сейчас стоит 554 за все время недавно как бы относительно недавно поднималась до 8 и 7 максимально здесь у нас мы видим ну да 8 и 7 короче и так как сейчас идет просадочка да рынок у нас чуть-чуть скорректирован я эту монету покупал еще раньше намного дешевле также недавно я ее закупал по 3 и 9 вот тут она опускалась до 3 и 9 сейчас монетка стоит 5 48 но она в любом случае того стоит это очень хорошая монета сама по себе и без игры юбисофт как бы эта монета в любом случае мне нравится она входит в мой портфель а тут они еще и объявили что будут работать юбисофт это вообще просто пушка вот чума короче говоря и сейчас наверное начнется движуха по мере распространения этой новости можно даже поймать здесь ребята волну в краткосрок вот вы говорите как в короткую заработать бабла ну вот именно в такие моменты ловите новость какую-то да вот посмотрите сейчас даже чуть-чуть скорректирована вот 5 48 но вы сейчас разлетится нужно за ней конечно следить посмотреть когда будет запуск что будет когда они запускаются и всегда перед какими-то вот серьезными такими запусками платформ монетки подлетают потому что ажиотаж начинаются потом вот это как бы она перегревается и вот в этом моменте можно как раз таки зафиксировать продать монету потом после ажиотажа опять идет спад она выравнивается на какой-то свой свою среднюю и вы опять покупаете и больше не как бы не делаете вот некоторые я иногда вот так с монетками делаю например с монетой сент я и так закупил монету сент там на хорошую сумму когда она стоила 0.70 центов сейчас сент там стоит в районе 5-6 долларов она подлетела до 8 я быстренько слил потому что я понял что идет перегрев потом она опустилась там до 5 я опять купил в общем ну грубо говоря удвоил свои монеты и сейчас не трогаю их потому что сейчас ничего такого происходить пока больше с ней не будет с тезис примерно такая же фигня происходит вот нужно такие моменты тоже ловить вам конечно нужно это собственно как бы ручно это проанализировать но в любом случае эту монету можно для себя приобрести в долгую так что тезис ребята на рынках она блин можно сказать везде есть на кошельках она тоже везде есть это охеренная монета в особенности на ledger кошельки она присутствует короче очень качественно хорошая монета вот если вам интересно напишите я сделаю разбор как бы по косточкам так сказать монеты тезис прям разберу что это такое как она работает зачем она нужна и так далее напишите в комментах да эдгар сделай разбор тезис если вам интересно я это сделаю так что ребята ловите вот такие вот моменты и здесь можно посмотреть вот и на страничке тезис на страничке вот юбисофт за эти вот у них огромное количество всяких разных игр но они все на работают на обычной системе да это не блокчейн в любом случае все игры игровая индустрия будет постепенно переливаться в блокчейн игровую индустрию это будет не сразу для этого понадобится несколько лет как минимум чтобы вообще это началось только начало так что если сейчас залетать в блокчейн игры будущего а это нужно вычислить правильно какие именно игры потому что между делом будут появляться и всякие там беспонтовые проекты которые не дадут никаких вам иксов вы просто так сказать лоханетесь купите всякой херни и все будете сидеть этими монетками у меня есть отдельный курс посвященный игровым монетам как составить портфель по игровым монетам что именно купить как делать анализ рынка и разбор разных игр и там я постоянно еще пополняю это все дело можете купить себе такой курс и правильно сделать составить свой портфель игровой это просто очень серьезный обширный рынок так что вот такие новости ребята это просто красота и здесь у них есть вот эта платформа показано юбисоф добро пожаловать мы используем файлы так 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 окей и единственный момент я вчера перешел с телефона извините юбисоф вкус не доступен в вашем регионе ну конечно мы живем в россии типа да пошли вы нахер блин откуда ты откуда ты ну скажи откуда ты откуда откуда из россии пошел нахер как всегда блин вот чем угодно возьми откуда ты из россии до свидания к сожалению пока вот такая вот фигня у нас происходит но это не влияет на цену и все такое как бы нам сама-то платформа не обязательно нам нужна монетка и суть ее развития вот мы работаем над тем чтобы юбисофт querc появился в еще большем количестве регионов а пока зайдите на страницу справки чтобы узнать больше короче это доступно где-нибудь в европе американцам наверное а мы конечно же в этом плане будем в обломках вот юбисофт и можно здесь посмотреть какие у них всякие тут игры есть короче дофига тут всего есть сейчас уже разбирать юбисофт я думаю не будем так что они видите еще только там в каком-то определенном регионе это запускает это все будет еще тестироваться это пока они все перейдут и сделают в общем это целая история но вот когда запомните это вот когда они официально такую платформу серьезно запустят и скажет ну все мы полноценно на блокчейн переходим работаем с теми монетами которые работают юбисофт эти монеты дадут хорошие иксы так что сейчас у нас есть время чтобы в это все дело залетать например недавно только там выпустили там топовые игры обычные игры они еще должны на этом заработать эти все стандартные игры должны пока еще денег давать пока не там блокчейн систему все эту делу внедрят на это нужно время так что если думать в долгосрок и залетать в это то в долгу вы ребята в любом случае сделаете хорошие деньги так что у нас дальше вот такая вот вам подсказочка сбер ожидает лицензию цб на выпуск цфа до конца 2021 года председатель правительства герман греф надеется на одобрение центральным банком выпуска цифровых финансовых активов в этом году короче в россии все хотят организовать какую-нибудь про платформу с цифровыми активами а им все никак не дают этот герман греф он хотел запустить свой сбер коэн и вот этот сбер система вот переименовали тоже метавселенной и все такое если конечно разрешили тут тут бы тоже много чего организовали но вот по ходу дела в россии пока что с этим проблемка и вот они хотят организовать выпуск своего цифрового актива на облачная платформа предназначена для проведения автоматических быстрых расчетов и размещена на шер клауд она ориентирована на крупные компании которые смогут привлечь финансирование через выпуск токенов под надзором центрального банка россии короче даже если они выпустят какую-то платформу в россии всегда короче такая история все эти серьезные платформы всегда предназначены для каких-то крупных компаний крупных игроков обычным смертным рабам типа нас ну как бы участвовать в этом нельзя вот отличие вот если взять европейские страны америка там да и та же россия и эсэровские страны хорошо это или плохо сейчас не будем обсуждать я говорю что есть вот если что-то в европе выпускается то в этом участвуют но все люди в основном да ну граждане инвестируют как люди не сомневаются в этом но вышло что-то оп залетели а здесь если что-то выпускается в россии то это обязательно где-то там только для избранных вот выпустили бы тот же какой-то токен наш российский и люди бы сразу бы могли тоже купить и как бы гордиться то что это в нашей стране выпущенная какая-то система платформа которую мы можем там как-то участвовать граждане да но нет тут ничего такого не происходит тут история будет даже если вот они скажут вот новость выпускает сбер ожидает лицензию цб на выпуск своей цифровой платформы и это вроде как для нас в стране круто но я как бы этим гордиться не могу потому что это не для меня не для раба так сказать да будет создаваться тут могут участвовать даже если они это сделают только крупные игроки вот сформировали рабочую группу все как-то блин как не знаю в эрах динозавра центробанк сформировал рабочую группу из 12 банков которые будут участвовать разработки платформы для государственной цифровой валюты в том числе этих банков вошел все такое знаете вот правительство депутаты серьезно фсб фбр все перемешают все что то там сталин и ленин и не знаю что то такое прям тяжеловесное а не так что легко да подпадали бы вот выпустим ребята участвуем каждый может давайте вместе нет нифига такого не будет так что даже если я читаю такие новости что что там в россии выпускает да ну и хрен бы с ним нам все равно ничего из этого не достанется инвестиционный директор битвайз я уверен что биткоин достигнет 100 тысяч в этом году я тоже ребята думаю что биток должен достигнуть 100 тысяч может он сделает рывок до нового года мэтт хуган инвестиционный директор считает что сложно поверить фрост биткоин до 100 тысяч концу года при текущей ситуации но он все-таки думает что это произойдет вот сказал в интервью также он отметил что ралли в 2022 году может начаться из-за институциональной поддержки криптовалютного сектора он думает что в следующем году фундаментальные институты которым обращаются компания сохранят свой вес кроме того он предлагает что в двадцать втором году будет расти активность в сети эфириума и других ну в общем в системе defy nft web 3 многие люди кстати мне пишут в комментариях я ваши комменты все читаю что эдгар будет там типа медвежий рынок крипто зима в общем все затухнет и будем сидеть там типа ничего происходить не будет ребята дном на сегодняшний день является это в районе 42 тысяч забиток мы до этого дна уже добрались и никакой крипто зимы по моему личному мнению не будет потому что сейчас рынок активно развивается сюда залетели уже начинают двигаться на разные категории индустрия игр дфай и nfc и это не остановится вы не можете остановить nfc движуху потому что например та же игра сэндбокс там разбирают просто вот в мгновение разные вот эти nfc и в мире например там если зайдете в сэндбокс есть на карте определен давайте по быстрому я вам даже это дело покажу чтобы не было голословно если мы зайдем в раздел metaverse зайдем например в сэндбокс вот монетка 533 стоит вот она подлетела до там в районе восьми долларов я это все дело продал и купил на пяти сделал деньги сейчас не буду эти монетки больше трогать вот переходим на официальный сайт давайте так что-то у меня мой браузер не хочет показывать ладно короче у меня тут система какая-то защита стоит все делать тупит ладно на словах в общем у них есть земли эти земли продаются недавно допустим snob dog продал землю которая стоит дохриллион блин вообще вот просто за огромные суммы блин продают сэнды сейчас покажу вам сэндбокс вот сэндбокс тут уже 552 тысячи подписчиков вот у них у них сейчас всякая движуха происходит и здесь где-то был товарищ snob dog который на днях продал очень крупную на очень крупную сумму короче землю в общем можете зайти тоже для себя здесь посмотреть чтобы у вас было это все дело под рукой короче искать просто неохота как бы внедряться в это все дело зайдите посмотрите snob dog и сэндбокс вот он купил продавал земли сам он купил заранее за копейки а теперь продает за миллионы долларов и буквально там появляется какая-нибудь земля сразу же расхватывают эту землю в продаже сейчас такая одна земля на сэндбокс там может стоить минимум минимум уже не знаю 10 тысяч долларов там дешевле фиг найдешь и люди говорят типа да будет там крипто зима какая нахрен крипто зима блин когда все эти направления просто разрастаются такими темпами и это только еще начало какая крипто зима вообще как она начнется чтобы началась крипто зима нужно чтобы вот эти все направления остановились перестали работать да вот сейчас возьмите остановите компанию сэндбокс и там миллионы долларов крутится остановите там дэкс дефа индустрию нфти токенизацию остановите вот когда это все тормознется ну тогда да может быть и крипто зима будет а как это вы можете остановиться это снежный ком он будет разрастаться 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 тут объявление выходит что юбисофт будет вкладываться да в это все дело еще на основе тезис а юбисофт это миллиарды долларов как вы можете остановить юбисофт чтобы наступила крипто зима нужно чтобы юбисофт такие вещи не говорил они взяли тут и организовали вот такую новость мы сотрудничаем с тезис и будем выпускать тоже на блокчейн основе игры вот и все движуха пошла и вот возьмите эту новость и остановите да не получится завтра еще какая-нибудь компания объявит крупное что она тоже в движухе участвуют и все короче это только разрастается вот эти крипто зимы были актуальны в предыдущие года когда в блокчейн индустрию не залетали крупные игроки а все крутилось вокруг просто одного биткоина вот биткоин 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 все говорили только про биткоин про альткоины ничего такого не говорили технологий в общем-то никаких не было альты никому сильно интересные тоже не были и все только один был биткоин сейчас уже разговор идет не только про биткоин мне даже не так сильно этот биткоин интересен как разные технологии альткоины вот игровая тоже индустрия ну и много еще чего есть и тут на одном биткоине уже не выйдешь так что крипто зима забудьте вообще про это никакой крипто зимы не будет так тут еще одна новость биржа аскедекс отмечает трехлетие основные вехи и достижения я делал обзор на эту биржу отличная биржа если кому интересно можете посмотреть обзорчик бирже и у них постоянно вот я так понял хорошо работают маркетологи и они выпускают какие-то розыгрыши направления вот возможность в общем заработать тут у них прописаны сильные стороны в общем суть этой бирже я вот перешел посмотрел это сейчас новость вот я его показываю как новость я эту биржу знаю соответственно я могу ее рекомендовать вот присоединяйтесь к трехлетней годовщине бирже и тут будет несколько таинственных призов чтобы участвовать вам нужно перейти по ссылочке и зайти и тут есть список что нужно делать чтобы получить то ли то или иной приз вот тут все описание есть будут разблокированы всякие разные nft и так далее вот нажимаем перейти нажать здесь и вот так вот у них это все дело выглядит мистери прайзис и здесь как участвовать вот все возможные варианты для участия так что оставлю ссылку переходите посмотрите на этой бирже есть можно торговать можно стейкать деньги здесь есть больше 80 всяких раз активов тут можно работать как с криптой так и с акциями так и с металлом так сказать да всяким разным тут золотишко нефть все есть вообще все что хотите можно на телефон установить и работать с этим делом дальше еще тут две или три новости и закончим гри скейл четверть инвесторов сша владеют криптовалютами вот опрос грискейл показал что 26 процентов американских инвесторов с капиталом свыше 10 тысяч держат в портфелях криптовалюты при этом 55 процентов опрошенных купили их за последние 12 месяцев вот движуха только ребята начинается вот у них видите 19 20 21 год еще все только начинается вы не думаете что все уже вы опоздали два до 25 года еще ничего не начнется еще вот так я вам скажу так бинан запускает инвестиционную программу на 200 миллионов долларов для развития индустрии геймфай вот на фоне роста рынка геймфай это вот игровая индустрия бинан совместно с юридической компания они мог а брендс учредили программу для поддержания ведущих стартапов в секторе геймфай и это все будет вокруг да около крутится веб 3.0 сейчас мы живем в мире веб 2.0 тот интернет который вы знаете вот например если пользоваться браузером вот веб 3.0 например система это вот браузер бат браво и монетка у них есть бат когда я сижу в этом браузере то у меня здесь идут деньги в общем я зарабатываю деньги только потому что я в этом браузере про это у меня тоже есть видео можете посмотреть есть монетка бат ее тоже стоит в свой портфель закатать и вот этот браузер он уже на основе блокчейн это уже есть это уже работает в общем у меня разные браузеры для разных тем google тут у свое какое-то удобство есть в общем вот разные есть и смотрите нафига бы выделять столько денег на эту индустрию до бинан совместно с этой платформы если перейти посмотреть вот бренд бинанс и они мог открыли инвестиционную программу на 200 лямов вот они совместно это сделали и будут инвестировать ведущие инфраструктурные платформы дфи nfc game фай вот и здесь подробненько все разложено что они хотят зачем они это делают вот эта платформа которая занимается этим делом вот они мог а бренд вот у них тут всякие разные игры вот продукты если за эти блокчейн продукты посмотреть с какими они работают играми вот пожалуйста сент токен монетка сент вот добро пожаловать не тут какой-то наверное у них технически наверное что-то происходит что случилось веб-сайт используют службу безопасности защита от сетевых атак в доступе отказано что-то что-то ладно это мы проверим давайте-ка мы знаете что проверим может быть может быть у них идет тех перерыв какой-то возможно да какая-то заморочка с этим есть вот короче говоря они молка брендс вот тоже крупная компания которые занимаются блокчейн играми они совместно тратят 200 миллионов чтобы вот эту только запустить если вы зайдете посмотрите да какая у них так сказать блокчейн продукция еще только ни о чем тут вообще две-три так сказать игры запущены на этом и все а вы представляете сколько есть игр сколько всего еще будут делать потом сюда залетят серьезные игры все это перейдет на блокчейн для этого нужно время так что ребята игровая индустрия это просто пушка и по любому туда нужно залетать вот такие вот ребята новости вам если вы не устали от них все ссылочки оставлю в описании и если вы хотите купить мои курсы то они будут тоже в описании видео переходите покупайте изучаете давайте посмотрим мой кошелёчек что с ним там происходит вот пока я с вами разговаривал вот так вот посмотрите пока я с вами говорил кошельке у меня стало 70 583 было в начале видео если не ошибаюсь короче не помню сколько там было посмотрите в общем циферки здесь ребята играют больше меньше больше меньше и в любом случае я здесь всегда в плюсе так что быть холдером в долгую это спокойно это в любом случае вы всегда будете в плюсе в минуса вы не уйдете точно но при условии что купите грамотную крипту ту которую нужно и будете ее хранить в правильных местах чтобы у вас это все дело не стырили все увидимся в будущем в бесконечности да прибудет с нами ребята грёбаный блокчейн а